Всем привет! С вами Александр Усольцев и это Московские новости недели. Главная новость прошедшей недели для меня заключается в том, что мы вот сейчас находимся в пути на севера. Но здесь мы едем не для того, чтобы в основном снимать, хотя что-нибудь обязательно и снимем. У меня дочь занимается лыжами и будет бежать первенство Москвы в феврале, поэтому ее надо тренировать. Ну а где тренировать в Москве с ее переменными температурами? Поэтому мы едем в Кировск. И вот до середины декабря будем там. Так что если у вас есть знакомые в Кировске, есть какие-то предложения в том регионе, в районе Апатит, Кировска, то я всегда буду рад. Ну а мы находимся на пути сейчас под населенным пунктом, который называется Ладейное поле. Это Ленинградская область. И вот здесь тоже немножечко хотелось бы отступить и раскрыть вам один большой секрет. У нас, скорее всего, на следующий год, подобно тому, как мы сделали по Тверской области, подобно тому, как у нас сейчас в монтаже лежит Архангельская область, которая выйдет до конца этого месяца, как раз к Новому году, большой проект. Вот у нас будет еще и большой проект на следующий год про Ленинградскую область. Лена область, про ее величие и, я не знаю, про то, что осталось от этого величия. Ну а в Москве, тем временем, на этой неделе, как написали синоптики и за ней подходили журналисты, разбушевался генуэзис. К нам пришел большой циклон, и он захватил не только Москву, а вообще всю центральную Россию. Говорят, там вообще в некоторых городах, не только в Москве, а там валились билборды, деревья. В частности, в Москве даже было штормовое предупреждение, и даже парки закрывали. Но еще одним следствием этого циклона было то, что у нас в кои-то веки 1 декабря прям навалило снега, и зима полноценно началась, чем я вас и поздравляю. Да, сейчас оттепель в Москве, и в выходные будет довольно мягкая погода, и снег, конечно же, потает, но сообщают, что вряд ли он растает здесь. Но поздравляю, тем не менее, с тем, что к нам пришла зима. Ну и еще одна новость нашего проекта, то, что у нас на этой неделе вышел, ну такой, не самый большой, но довольно сложный и по организации, и по логистике, и по съемкам проект про новую Москву. Конечно, охватить все было невозможно, но какие-то главные достопримечательности и, ну, скажем так, черты эпохи, я надеюсь, нам удалось зафиксировать. Так что смотрите и удивляйтесь, Новая Москва – это не только многоэтажки и дачи. Ну, а, конечно, самая главная новость прошедшей недели в Москве заключается в том, что у нас, наконец, открыли ГЭС-2. Замечательное старое здание государственной электрической станции, теперь будет арт-центром по примеру лондонского Тейт Модерн. Открывали ни много, ни мало, ну, конечно же, глава фонда, который занимается ГЭС-2, это Леонид Михельсон, открывал Собянин, само собой, и, более того, привезли аж целого Путина. По этому поводу даже перед ГЭС-2 убрали лежачие полицейские, чтобы мягко было проехать. Но, так или иначе, знаете, кто еще успел побывать на ГЭС-2? На ГЭС-2 успел побывать еще наш замечательный друг и фотограф Павел Огородников, который ездил с нами во всей экспедиции и который помогает нам вести Инстаграм. Кстати, подписывайтесь на Инстаграм Moskowalks, ну и заодно на Инстаграм Павла. И вот что Павел там увидел. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, обязательно схожу на ГЭС-2, когда вернусь в Москву в 20-х числах декабря. А пока покажу вам еще. На этой неделе появились и рендеры, и более такая детальная планировка местности вокруг ГЭС-2. Дело в том, что там будет суперэлитный район на прилегающей территории, на месте нынешнего Красного Октября. Там, где советские корпуса, там же будут теперь, во-первых, апартаменты, во-вторых, ну, различные офисы. И вроде как даже по рендерам все выглядит неплохо. Но просто оцените, насколько крупный квартал будет построен в самом центре, непосредственно рядом с Кремлем. Ну и раз уж начали про недвижимость, то риэлторы подсчитали, что за последний год студий в новостройках стало вдвое больше, а вместе с однушками они теперь формируют 56% всего предложения. То есть вот просто представьте, что в ближайшие лет 10 Москва окончательно превратится в город малогабаритных квартир. То есть, ну, у нас в советское время были коммуналки, а теперь будут сплошь-сплошь однушки и даже, ну, квартиры без кухни отдельной. То есть, где делается только кухонный уголок, и это студия. Ну и, как вы понимаете, спрос на это есть огромный. Москва растет. Говорили, что не резиновая, а вот, вы знаете, уплотняется. Как вот в 20-е годы только в больших апартаментах дореволюционных, то теперь у каждого не может не озадачивать. И на этом фоне еще у нас по итогам 2021 года объем сделок на первичном рынке загородного элитного жилья в Подмосковье на 40% превысит показатель 2020 года. То есть, у нас в Москве маленькие клетушки, а все, кто имеет средства, в основном переезжают за город и покупают там, если не квартиры, ну, у нас спрос на элитную недвижимость за городом сильно вырос. В общем, будет скоро как в больших европейских столицах, где в центре будут жить в основном те, кто, ну, либо работает в центре, либо без семьи, либо приехал вот совсем недавно. А все коренное население, оно переедет за город в Подмосковье. Вот такая вот ротация. В рамках Prado Moscow особняк Левенсона преобразится в инсталляцию Дэмиена Хёрста 3-4 ноября. Ну, в общем, у нас на Патриарших продолжают крупные бренды и модные всячески устраивать различные мероприятия. Мне уже даже прислали в личку фотографию, смотрите, как испоганили дом, бывшую скоропечатню Левенсона. Но это временное. И очень здорово, что, может быть, туда придут люди, которые не только увлекутся, может быть, брендами, но и что-то узнают про старую архитектуру. И, ну, по крайней мере, она появится в их каком-то круге общения и культурном коде. Ну, а на ВДНХ у нас открыли павильон Казахстан. Там теперь будут проходить выставки об истории культуры республики. И еще обещают, что скоро ресторан откроют. Вот Казахстан тоже знает, как продвигать свои ценности. Ценности очень неплохо. А потом культура продвигается, как говорят, путь к сердцу, особенно мужчины, лежит через желудок. Вот через ресторан национальной кухни национальная культура продвигается просто идеально. Я не понимаю, почему при посольствах России в других странах до сих пор в обязательном порядке нет какого-нибудь русского ресторана с борщом. И вот в Москве стали понимать, что через рестораны очень хорошо продвигать не только культуру, но и город. И поэтому в следующем году у нас пройдет впервые презентация международного рейтинга World's Best 50 Restaurants. То есть это 50 лучших ресторанов в разных городах. Это каждый год проходит ежегодная премия. И вот в эту премию, например, попадали московские рестораны White Rabbit и Twins Garden. Два ресторана в прошлые годы. А сейчас она вообще в Москве пройдет. Ну, благо того, что у нас даже ресторанный гид Мишлен появился. И поэтому, в общем, Москва действительно превращается в гастрономическую столицу. А в связи с бумом внутреннего туризма это все стимулируется и еще больше. Если даже, не знаю, три года назад в различных ресторанах, которые вот сейчас вошли в рейтинг Мишлена, в них, ну, как-то приходишь вечером, там еще, ну, так, с половины занят. То сейчас в Мишленовские рестораны надо записываться, по-моему, за неделю, а то и больше. Ну, а тем временем Двагис у нас представила инфографику интересную, как изменилось количество камер с 2017 года на улицах Москвы и сколько их стало. Камер, которые контролируют скорость, камер, которые контролируют парковку, камер дорожного движения. В общем, у нас город, заметьте, в городе уже невозможно проехать, чтобы не попасть на какую-то камеру. И гонять в этом смысле люди стали меньше. Ну и хорошо. Больше камер, больше штрафов за нарушение правил дорожного движения. В общем, в основном всем-то лучше будет. Грустная новость, но ожидаемая. У нас сносят квартал с граффити на Бабушкинской. Один из первых районов вообще еще до всех вот этих огромнейших граффити и брендмауров в центре города, который внезапно расписали ведущие тогда российские и не только российские художники. Там идет реновация. И об этом мы говорили в ролике про город Бабушкин, который у нас на канале уже давно висит. Так что посмотрите, если интересна тема. Мы там про это тоже рассказывали. Наша почти постоянная рубрика новости из других регионов. Автобусы с автовокзала Северные Ворота в Тверь следуют по скоростной магистрали теперь. И время сократилось до двух часов. Теперь до Твери можно не только на Ласточке доехать, но и недорого на автобусе от метро Ховрина. А в Твери, ну в общем, есть что поделать на денек. У нас опять же про Тверскую область отдельный фильм был. И про Тверь мы показывали в фильме путешествия из Петербурга в Москву более подробно. Так что рекомендую ознакомиться и, может быть, съездить в Тверь, пока там все окончательно не разрушили. А к этому есть все предпосылки. Еще одна прекрасная фотография пришли из Рыбинска. Я уже рассказывал отдельно про Рыбинск роликом, что там замечательный дизайн-код. В центре города все вывески стилизуют под старину. Даже современных магазинов. И мы про это отдельно рассказывали. Кто это делает, как это происходит. Но при этом там, я недавно рассказывал, что Вкусвилл открыл замечательную стилизацию, свой магазин. И тут же попал во все новости. Ну и, конечно, за ним подтянулся Delivery Club, который просто сделал замечательную фотосессию своего курьера. Как бы это выглядело сто лет назад. По-моему, прекрасные фотографии. Такой мелкий служащий с коробом деревянным шагает по дореволюционным улицам Рыбинска. Если вы не были в Рыбинске, очень рекомендую запланировать поездку, да хоть зимой, хоть летом. Ну и вот грустная новость пришла из Орловской области. Что-то не сказал, губернии. Так вот, ураган Генуэзский, вот этот ураган, он снес в усадьбе Спасская Лутовинова 198-летний дуб, который посадил еще, считается, Тургенев. И вот такая природная достопримечательность, увы, уже не украшает эту усадьбу. Вот хотел доехать, но, увы, не успел. Ну и напоследок, куда пойти в выходные на этой неделе? Ну, во-первых, у нас открылась шикарнейшая выставка в историческом музее. Это корпус, посвященный войне 1812 года. Там открылась выставка Российской империи. Приурочен проект к 100-ти десятилетию музея. И там из запасников вытащили несколько сотен экспонатов, многие из которых экспонируются впервые. Так что обязательно сходите. Ну и, конечно, у нас украшается вся Москва. У нас в ГУМе, рядом с ГУМом, открылась выставка. Сам ГУМ прекрасно украшен. Посетить можно ГЭС-2, конечно, но вряд ли в выходные вы успеете это сделать, потому что там уже все билеты проданы. И, возможно, только если в ближайшее время, только в будние дни на следующей неделе. Но при этом у нас открылись скотки на ВДНХ, на парке Горького, на Красной площади. И еще проходит антикварный рынок Блошинка. Все более подробно ссылки можно увидеть у нас по ссылке на нашем сайте. Так что заходите и смотрите. По понятным причинам стримов у нас не будет ни на этой неделе, ни на следующей. Ближайший стрим ориентировочно будет 25 декабря только, в субботу. Где? Пока еще не буду говорить. Ближе к делу узнаете. Ну а приходите на наши экскурсии. В Москве потеплело. У нас Александр Иванов будет рад вас поводить по Семеновской Слободе. 4 декабря в 13 часов встречайтесь с ним у метро Электрозаводская. А это, я напоминаю, Семеновская Слобода. Это, во-первых, Семеновский полк. Это детство Петра Первого. И там много чего его дореволюционного сохранилось. Встречайтесь с Александром Ивановым у метро Электрозаводской. Там один выход в 13 часов. А в воскресенье Александр будет вас рад поводить по приездне. Трехгорная мануфактура и окрестности. Опять шикарная дореволюционная история. В 13 часов встречайтесь с ним у выхода номер 1 из метро улицы 1905 года. Это последний вагон из центра. Ну, или выход номер 1 на карте вам обозначен. Ну, а я здесь с вами прощаюсь. Спасибо вам за поддержку канала на экскурсиях. Спасибо, что смотрите. Мы продолжаем движение дальше на север. И в Мурманскую область тренировать дочь. Ставьте лайк. Ой, моя рука отмерзла уже. Подписывайтесь на этот канал. Я пошел греться. Всем пока. Ух, а у меня здесь сейчас Яндекс сообщает по ощущениям минус 20. Ну, а так температура минус 16. Ух, 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 ух. Домик, 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 домик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok